В телерадиокомпании новый директор Карина Мартыненко. На время она решает, как организовать работу и спланировать эфир. Карина участвует в проекте «День дублера». Для того, чтобы попасть в кресло руководителя, девушка прошла стажировку. Я посещала монтажную нашу студию, также ходила по кабинетам, смотрела, выполняется ли работа. Провели диалог и обменениями о том, как нужно работать над фильмом, что мы можем для этого сделать. Это самая основная задача на сегодня. И готовимся к эфиру. А эфир обязательно будет. Директор Ольга Пескова не сомневается в своем дублере и уверена, у нее все получится. Даже несмотря на то, что на медийной кухне девушка впервые. Опасений абсолютно нет, потому что мой дублер очень ответственно подошла к выполнению задачи. Она неоднократно посещала телерадиокомпанию. Обучающий процесс у нас шел с некоторыми сложностями из-за эпидемиологической обстановки. Но тем не менее, в полном объеме. Поэтому Карина имеет представление о телерадиокомпании, имеет представление о производстве. И я уверена, что у нынешней активной молодежи все получится. Друзья, приветствую вас. Накануне в России прошел тренировочный ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. А это новый голос. Сегодня он звучал в эфире радио «Вектор плюс» на волне 102,6 FM. Вячеслав Ильинкин – ученик 10 класса 4 школы. В прошлом году участвовал в молодежной программе «Вне формата». На этот раз решил попробовать себя в должности начальника отдела радио. В это же время в администрации города в управлении по внутренней политике. Здесь сменился почти весь руководящий состав. У нас вчера пришла трансляция губернатора, прямой эфир. Нам нужно сделать анализ, краткий о чем я займусь, и донести до населения основные темы. Самая основная уже известна заранее – это по вирусу. Какие меры предосторожности можно сделать, как вообще идет работа. Ну, это сейчас наиболее актуальная тема. Строгий дресс-код, сосредоточенность, серьезный вид. Ребята стараются быть максимально похожими на наставников. Ведь им на время переданы бразды правления. И тут, будь добр, соответствуй. Действительно, уверенности у ребят хоть отбавляй. Очень страшно. Я сразу начал думать о бирже труда, побежать, искать работу. Потому что парень, и я надеюсь, что все ребята пришли очень подготовленными. Готовы работать, готовы получать информацию, получать опыт. Готовы работать с людьми. Вот на удивление, мой дублер абсолютно не комплексует. Он очень умеет хорошо слушать и, соответственно, интерпретировать эту информацию и взаимодействовать с сотрудниками моего управления. Работа в управлении внутренней политики – это не только планерки и труд с документами, но и анализ соцсетей и десятки телефонных разговоров. У меня были определенные запросы, потребности, когда я шла именно на эту должность. То есть мне было интересно все-таки узнать, чем занимается управление общей политики, какие у них вообще, в принципе, планы, работа. Потому что одно дело – размещение какой-то информации, да, и ее фильтрация. Другое дело – какая-то внутренняя часть, о которой, ну вот, к сожалению, многие люди не знают. Многие не знают и о работе муниципальной управляющей компании. Ее изнутри познал десятиклассник Артем Хазов. В кресле молодой человек чувствует себя более чем уверенно. Еще бы управлять ему пришлось большим коллективом. Получается, приехать по объектам, проверить, чистят ли снег, соблюдают ли на объектах масочный режим, дезинфицируются ли помещения. И текущая работа в плане поручений от директора на день, в течение дня. По признанию дублеров, экскурс во власть для них оказался очень интересным. О впечатлениях от работы они рассказали на пресс-конференции. Главные итоги этого дня проявятся позже, когда кто-нибудь из дублеров сделает осознанный выбор и в будущем займет кресло муниципальной службе. Елена Канина, Данила Индюков, Михаил Марков, Олег Короткевич. Новости Губкинского.